Партия «Единая Россия» Партия «Единая Россия» Партия «Единая Россия» Партия на самом деле уделяет серьезное внимание молодой гвардии, потому что само присутствие на съезде всероссийском молодогвардейцев со всех регионов, предоставление целой площадки, это действительно очень значимо. Делегатами на съезд были выбраны представители местных отделений партии, секретари первичек, так их привычно называют коллеги-партийцы. При выборе делегатов учитывались их заслуги в привлечении новых членов и качество выполнения партийной программы. Население, конечно, у нас не очень большое, потому что сельское поселение, но молодежь идет в партию «Единая Россия», поддерживает. У нас еще не очень много, получается, молодая гвардия малочисленная поселение, но движение есть. Проблемы и решения, острые вопросы и партийные ответы на них обсуждались на семи дискуссионных площадках. Каждая площадка была посвящена выполнению определенного аспекта партийной программы. Ульяновцы постарались принять участие в каждой из них. Вопросом развития предпринимательства и промышленности была посвящена площадка экономика роста и благосостояния. Основной посыл обсуждений на съезде – бизнес и государство должны работать в тесном сотрудничестве. Удовлетворен тем, что здесь звучат очень конкретные серьезные предложения. На самом деле, на сегодняшний день уже как бы институт поддержки, государственной поддержки для бизнеса создан. И мы в Ульяновске, кстати, об этом говорили совсем недавно. Об этом говорил губернатор Морозов Сергей Иванович, когда деловой форум проходил в Ульяновске. Мы говорили о том, что 39 институтов создано. Но если посмотреть, проанализировать эффективность этих институтов в поддержке малого и среднего бизнеса, то мы не можем всем абсолютно дать положительные оценки. Большое внимание привлекла площадка быть хозяином в собственном доме. На ней обсуждались одни из самых острых проблем – доступное жилье, переселение из ветхих домов, развитие комфортной городской среды. Один из вопросов был связан с переходом на заключение прямых договоров между квартиросъемщиками и ресурсоснабжающими организациями. Об этом говорил президент Владимир Путин во время своей прямой линии. Это позволит сэкономить значительное количество средств населения. Однако такой переход по всей стране еще не начался. Ульяновск уже начал это реализовывать. С 1 сентября большая часть управляющих компаний города Ульяновск уже ушли на прямые договоры и исключились таким образом из процесса получения денежных средств. И я думаю, что с января месяца мы уйдем на процесс почти 90% управляющих компаний города Ульяновска также уйдут на прямые договоры. То есть мы опять здесь немного впереди. Проблема обманутых дольщиков – еще один вопрос, обсуждавшийся на этой площадке. И здесь есть опыт, которым можно поделиться ульяновцами. По всей стране эта проблема существует. Но, в частности, в Ульяновской области не так много обманутых дольщиков. Губернатор лично держит этот вопрос на контроле. Правительством Ульяновской области подготовлена дорожная карта. И депутатский корпус совместно с исполнительной властью этот вопрос держит на особом контроле. Поскольку люди приходят на прием, обращаются, и мы вынуждены тоже вместе с ними сопровождать и помогать для решения этих вопросов. Повышение уровня благосостояния людей обсуждалось на площадке «Социальная политика». Здесь же рассматривались вопросы организации социального питания. Внимание приковано к Ульяновской области, успешно реализующей это важное направление политики. Принят региональный закон, а совсем недавно прошел форум социального питания. Сегодня на дискуссионной площадке форума Владимир Черезанский, который был у нас на нашем форуме, обозначал проблематику, связанную с социальным питанием, как один из вопросов, который необходимо партии в рамках социальной платформы разбирать. То, что мы работаем давно и системно, позволило как раз нашим образовательным учреждениям стать победителем, в том числе и во всероссийском конкурсе, показав, что на сегодняшний момент наши кадры, которые в рамках вот этого подхода были выращены, являются одним из лучших страниц. Во второй день съезда пройдет пленарное заседание, на котором ожидается выступление лидера партии Дмитрия Медведева с программным докладом о приоритетных задачах на ближайшее время. Кроме того, пройдет плановая ротация руководящих органов Единой России и принятые изменения в устав. Данила Ноздряков, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова